Лютики и цветочки в поле колыхают, ветерок шальной нежно обнимает, степь цветет и пахнет, эх, вокруг раздолье, троица настала, и душе привольно. Говорят, что именно морковь лучше усваивается с растительным маслом или вот со сливками и сметаной. Это правда? То есть не просто ее одну есть, а вот именно с этими ингредиентами. Вы знаете… Валентину было дано знамение «Крест из света и голос с небес. Сим побеждай». Далее были битвы, в которых он выиграл и утвердил христианство во всем Риме. Сегодня праздник Владимирской иконы Божьей Матери, который учрежден как дань памяти спасения Москвы во время нашествия крымского хана Махмед Герея. Приметы. С этого дня начинали сеять коноплю и лен. Если сегодня вечером кузнецы стрекочут без остановки, будет хорошая погода. Если сегодня была гроза, то прислушивались грому. Если он был звонкий – к ливню. Тихий, дождь слабый и закончится скоро. Если сегодня идет дождь с градом, то 3 декабря будет снег с крупой. Очень хороший комментарий пришел от Анны Зубакиной. «Благодарю вас за ваш труд. Стараюсь жить по вашим рекомендациям». Но это не моя рекомендация. Я все время, знаете, я мог бы сказать, о, это мое, 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 я, 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 я. Это общая человеческая рекомендация, которую я собрал и с помощью своего собственного ума, значит, и разумности, что это, да, работает, и, так сказать, выделил и показал, почему это работает. Вот, вот и вся моя, как бы сказать, работа в этом отношении. Так, язык был белый, ужасный, аллерголог был в шоке. Он думал, был в шоке. А что в шоке? Назначил флюконазол, пить 6 месяцев. Сдала анализы, результат первоначальный. Она назначила 5 на полгода. Но, помимо, знаете, вот пришел человек с этим самым, с молочницей. Значит, надо разобраться в первую очередь в образе жизни. Образ жизни поддерживает эту молочницу. А не просто, что мы что-то сейчас направим на, вот, как бы сказать, на эту молочницу, грубо говоря, какое-то там ядовитое там вещество, она ее там начнет уничтожить и все такое. Молочница – это уже грибница, которая там по всему организму. Поэтому, поэтому надо менять весь образ жизни, начиная там с питания, начиная со своего собственного поведения и, естественно, наводить чистоту в своем организме. Потому что грибница существует там, где для этого созданы условия. Создайте условия, и, пожалуйста, у вас будет молочница. И плюс ее поддерживайте. И когда все это вы, это, это, о, 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 а как же, а это самое, а он скажет, ну, вот это вот лекарство, вот, money, 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 и оно сделает все за вас. Ну, вот как практика показывает, оказывается, за вас ничего не делается. Так, то есть полгода пили, и опять результат ноль, и еще, значит, полгода пить. Так, что она стала делать? Я стал очистить кишечник правильно, носоглотку и так далее. Язык стал розовенький через две недели. Чернота ушла с зубов и еще много всего положительного. Представляете? Год и две недели. Вот если вы правильно берете за что-то, результаты сразу у вас идут. А если вы что-то там неправильно делаете, да, оно как было, так и было. Кроме что вы это самое. Кошелек у вас худеет. В 1993 году ушла с запланированной операцией фиброма матки размером головки младенца. То есть, смотрите, не просто там молочница у вас возникает, а как правило уже вот эта грибница начинает для себя делать, как бы там говорят, плодовое тело, что ли. Которое как раз в виде, в виде вот этой фибромы матки и начинается там. То есть, если особенно там были какие-то там вмешательства или там прервана беременность и так далее, и ну и подобное. То есть, дальнейшее развитие вот этой там молочницы и прочее, прочее, что там у вас имеется, и чернота на зубах, вот это все там это. Это говорит о том, что она уже начинает под себя делать тело внутри вашего организма. А как только вы лишаете ее вот этой вот среды всей этой, знаете, грязной, вот из грязи она это черпает вот это все, этот для себя там строительный материал и прочее, 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 она сразу же уходит. Итак, значит, фиброма матки была размером с головку младенца. Фиброма исчезла в течение шести месяцев. То есть, ничего там надо, вот понимаете, ну вот хорошо, была бы операция там, эту головку такая, фибром удаляют, а то и матку удаляют, делают вас инвалидом и, как говорится, ну и что с вами дальше там, если вы там замужем, без детей или еще что-то. Короче, там такие проблемы начинаются. Просто вот головку мы удалили, вот эту вот фибру, ну и все. А что дальше с вами будет, никто не говорит, мы удалили, удалили. А дальше начинается там такой шлейф проблем, что это, грубо говоря, не жизнь. Значит, она рассосалась в течение шести месяцев. Естественно, не сразу все рассасывается. Далее, значит, в 1997 году избавилась от хронической фолликулярной ангины по сей день. То есть, вы знаете, вот когда я ваши комментарии читаю, фолликулярная ангина и так далее, там смотрите, там малую опыт, вот как бы сказать, вот вы проследите вот за этим письмом, что там начинается. Гребница, которая проросла во всем организме. Далее, она начинает формировать под себе уже плодовое тело. И где? Да, естественно, в тех органах, где образуется жизнь. И не где-нибудь там она, грубо говоря, там в каком-то месте, а именно в матке, самое такое место, где, знаете, вот эта вот жизнь зарождается и поддерживается. Вот она туда и лезет, значит, в матке раз. Плюс фолликулярная ангина. А что такое фолликулярная ангина? Это говорит о том, что гноеродная инфекция тут у вас постоянно была там, помимо того, что она в гландах у вас, она, эта инфекция вообще в крови, вообще в крови, в вашей крови. То есть тут выступает целый, как бы сказать, конгломерат всех этих паразитов, вот этих микропаразитов. Даже мы не будем брать там глистовую и так далее. Микропаразитов, бактерий, грибков, которые пуйдом жрут организм. Чтобы возникла фолликулярная ангина, чтобы возникла, вот опять-таки Анна, она не подчеркивает, а я уже как, ну и что, извините, светоч народной медицины и здорового образа жизни, я уже должен там сказать, что следствием всего этого, вот хорошо, если она еще разок напишет письмо на мой комментарий, следствием всего этого первопричинами было неправильное питание самого детского возраста. Это значит там что-то сладенькое, какие-то булочки, сладенький чаек, кофеек с булочками, со сдобами, с плюшками, печенюшками и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, которые вот такая вот сладкая жизнь становится в конце концов горькой, все это начинается. И для того, чтобы от этого избавиться, естественно, надо поменять образ жизни, в частности, питание. То есть не надо там травить организм, как бы сказать, питаясь, выковырять вот эту всю эту инфекцию, а наша задача лишить. Вы знаете, как, грубо говоря, саванна. Здесь пасутся слоны, антилопы, за ними охотятся львы, там гиены, гепарды, бегают, зеленая травка, все это та-та-та-та-та-та. Создайте там пустыню, и все эти гепарды, антилопы, носороги, слоны и прочая живность сразу же вымрет. То есть создайте в организме нормальную среду, которая поддержит вашу жизнь, но в то же время не поддерживает излишками вот этих всех паразитов. Потому что, как правило, от этой вот сладенькой жизни у нас начинается ангина, так сказать, наверное, молочного много употребляла. Ангина начинается, вот эта вот грязная кровь, и пошло-пошло, что эти уже микробы начинают видеть под себя гнезда целые, в виде опухоли. А потом мы удивляемся, ну что такое? Так, от хронической фолликулярной ангины по сей день. Кстати, а вот Миронов, один из моих любимых актеров, Андрей Миронов, он как раз болел вот это фурункулами. И он вот, не знаю, как его лечили, его лечили, но, я так понял, свою собственную, как бы сказать, голову, он не подключал именно в направлении, что надо сделать для того, чтобы от него избавиться. И врачи, естественно, в конце концов, ага, ну что там у тебя, значит, вот эти фурункулы вскакивают, и, как правило, страдают лимфатические узлы. Ну, якобы инфекции в лимфатических узлах удалимых, удалили лимфатические узлы. И если посмотреть на него, что он после этой операции резко изменился, прошло какое-то небольшое количество времени, и он уже умер совершенно от другого. То есть, ну и что, что инфекция-то осталась? Мало ли что там лимфатические узлы удалили. Они же лимфатические узлы, грубо говоря, под мышками там, в паху и так далее. Ну, они же и в других местах есть, куда уже не доберешься. И умер совершенно от другого. Но причина-то была так, в качестве иллюстрации. Так, в 21-м году переболели ковидом, впоследствии было море. В итоге артрит ног, пальцы, рук избавилась. Перчатки на руки, носки на ноги, на ночь, и все ушло. Ну, я так понимаю, перчатки какие? Уриновые, наверное, были. Все ушло. Как правило, что бы я еще хотел сказать? Что вот вроде бы мы почистились от этих паразитов, все, то есть, ну, нормальненько. Но, знаете, избавиться от них довольно-таки трудно. Можно, знаете, явно, так сказать, раз, но, знаете, как подполье, как подполье. Они там вот где-то существуют. И как только создаются какие-то там условия, или человек забросит все эти вещи, они тут как тут. И начинается, видите, какие? В итоге артрит ног, пальцы, руки и так далее, это перчатки на этом. А почему артрит? Вопрос. А почему? Вот если раньше это была ангина, явно и ясно, на, значит, на мягких тканях все это там было, то когда начинается работа по, а тем более, если еще человек принимает антибиотики по удалению вот этой вот разного рода гноеродной инфекции, микропаразитов, этих грибков и так далее, и так далее, и так далее, что они делают? Они начинают прятаться в сухожильную ткань, куда не доходят ни антибиотики, ни естественные противопаразитарные там средства, типа там карусина, типа, значит, тройчатки и ряда-ряда-ряда-ряда других естественных. То есть они там, знаете, и тихо, мирно там, грубо говоря, живут, не показываясь. Но как только ситуация изменилась, вот эта произошла там слабина, они тут, как тут, и начинают из мест своего залегания, то есть из сухожильной ткани, как правило, на руках, где обмен веществ наиболее, значит, маленький, лезь уже во весь организм. Что тут было как раз? Последствий было море. Вот это вот как раз море и всколыхнулось. То, что ушло на дно, вылезло наружу. Но, я как понимаю, значит, тут не написано, перчатки избавились, перчатки на руки и так далее, носки на ноги, скорее всего, как раз уриновые носочки, упаренные урины и так далее. То, что не любит вот эта вся зараза. Так, но хондроз шейно-плечевого очень мучает. Можно делать компресс, глину на моче. Можно делать. Делайте и используйте. О том, как работает глина на моче, в своей книжке я говорил. Делайте, применяйте. И плюс, опять-таки, помимо того, что вы что-то внешнее делаете, внешнее, это одно, вы должны, опять-таки, внутри создать душняк с этой инфекционной шобле грибковой, гноеродной и прочее. Душнячок с помощью той же трочатки, допустим, еще там каких-то там средств тмин. Очень хорошо тмин работает. Тмина. Вот, то есть, изнутри, снаружи и плюс, плюс, опять-таки, посмотреть, чтобы у вас не было там подпитывающей инфекцию пищи. То есть, сладенькая, тара-та-та-ра, тара-та-та-та-та-та-та. Все это сократить. И тогда все будет нормально. Вообще-то, молодец, Анна. А так, смотрите, что было бы, я просто сейчас скажу, значит, залечили бы вот этот аллерголог, вот эти вот, это самое, годами пить лекарства, а их же надо выводить, это бы почки пострадали, да. Далее, вот это вот фиброма, ее порезали, естественно, вся эта обстановка остается, там возникла бы новая фиброма, опять была бы операция. Так, фолликулярная, это ангина, анаэродная инфекция, значит, еще там что-то сделала, как правило, уже начинают страдать сосуды, сердце, и в конце концов еще, все это идет еще и суставы. То есть, человека бы скрючило, и он бы, грубо говоря, уже на жизнь, которая приносит столько радости, ощущения жизни, великолепно, когда ты здоров, и она внутри тебя, и ты чувствуешь просто радость, ты чувствуешь радость, это бы все вернулось бы горем.